Две недели Тимиртау, Караганда и города-спутники ищут пропавшего 9-летнего мальчика. 29 декабря Владик Шеллер отправился через весь город к бабушке на автобусе, но по дороге исчез. К поискам подключились волонтеры, полиция и военные. Как идут поиски, куда мог деться ребенок и почему он поехал один, узнавала Людмила Батюшкина. Последний раз подтвержденный факт, его видели на магазине «Строймарт». Он смотрел, как толкают застрявший автобус. Сегодня к поискам Владика Шеллера подключились уже около 50 волонтеров. Солдаты воинской части Тимиртау и полиция с собаками. У Натальи Капкаевой это уже не первые поиски пропавших людей. Она волонтер сообщества «Доброе сердце» из Шахтинска. Нина Серова увидела объявление о розыске ребенка в соцсети и не смогла остаться равнодушной. Добровольцы объединились в соцсетях и на зелорации. Однако больше всего поискам мешают сплетни. Я хочу опровергнуть все комментарии в соцсетях о том, что мальчик был найден. И уже с 3 числа он находится дома, что, мол, кого вы ищете, что вообще за бред. Это полная ерунда. Мы просим людей не вестись на данные сплетни. Каждый из волонтеров имеет заметку. И если вдруг в случае обнаружения мальчика, что мы его найдем, вернем в семью, мы официально об этом оповестим. Накануне Нового года, 29 декабря, мальчик поехал к бабушке. По словам папы, мальчик очень самостоятельный и раньше ездил неоднократно. Дорогу знал. Точно известно, что в автобус Владик садился, его видела одноклассница. А дальше следы пропали. В тот день все дороги из города были закрыты из-за бурана. Родители Владислава, несмотря на срок, надеются, что мальчик жив. В принципе, всех проехали, осмотрели, вместе с полицией, даже сам проезжал. Но ни у кого не было, и он даже в этот день никому не заезжал. А с мамой как у них? Ну, они нормально были. В тот день нормально. Он просто сам просился, давай я к бабушке поеду, искупаюсь, до банки надо отвезти. От конечной остановки до дома бабушки 400 метров по степи. Поисковики прочесали ту местность. Волонтеры расклеивают объявления во всех районах Темиртау, а также в Караганде и городах-спутниках. Обходят подвалы, крыши, коллекторы. Мужчины, нужны лыжники, кто умеет стоять на лыжах, опять же, прочесывать степь. Сейчас нужны очень сильно, опять же, собаки. Залезть в мелкую нору и погавкать оттуда, что там есть живой человек или что там что-то есть. Не всегда взрослый мужчина может залезть в канализационный люк. Очень нужна помощь рыбаков, потому что они знают тропинки к озеру, они могут просмотреть камыши. Очень нужна помощь просто людей неравнодушных. И каждого гражданина, каждого горожанина, хотя бы не срывайте листовки. Волонтеры просят всех горожан обращать внимание на детей на улицах, регулярно просматривать крыши, подвалы, сараи своих домов, а также колодцы. Возможно, мальчик боится наказания и прячется. Все верят, что мальчик жив, но нельзя исключать ничего, считают добровольцы. И очень просят не размещать в соцсети ложную информацию и домыслы. Проверка их занимает много времени и сил. Факт безвестного исчезновения несовершеннолетнего зарегистрировано органом внутренних дел. На данный момент сотрудниками Департамента внутренних дел Карагандинской области, УВД города Тимиртова и внутренних войск Министерства внутренней дел Республики Казахстан проводятся разыскные мероприятия. Полиция просит всех, кто видел мальчика или владеет информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 102. Мама мальчика тяжело больна. Полиция попросила ее ждать Владика дома. По словам родственников, мальчик активный, но ни разу из дома не убегал. Сейчас поисковики намерены пройти со щупами по степи и сугробам. Владика Шеллера объявили в республиканский розыск. Дело на контроле министра и начальника ДВД области. Людмила Батюшкина, Ирина Нинаша, Владимир Ванюк, 5 канал. Редактор субтитров А.Семкин